Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Есть один человек, который сначала ухаживал, писал, хотел встречи, встретились, все было прекрасно, поцелуи, объятия. После он пропал и стал игнорировать, потом опять появился, хотел встречи, но я не могла, опять пропал, появился, и мы встретились. Опять поцелуи, объятия, все прекрасно, и опять игнорные смс не отвечают. Потом встретились, и все по той же схеме, и опять игнор. Для уточнения, я замужем, но с мужем отношения плохие, и в принципе, то по-хорошему забыть и жить дальше. Но за мной происходит что-то странное, я не могу вернуть его из сердца, такое ощущение, что он мое сердце привязал к себе. Звучит как бред, но я так чувствую, как только я нахожусь в себе в силу, и начинаю его специально забывать, он объявляется, и все повторяется. Хочется разорвать этот круг, потому что я страдаю. Вообще двоякая ситуация, с ним не так хорошо, то есть, что мне нужен. Как воздух, а без него я пропадаю. Как так быть, что делать, подскажите. Пожалуйста. Такой у нас вопрос. Ну что же, во-первых, ну во-первых, во-первых, нужно конкретизировать ваши чувства здесь. То есть, то есть, если мы говорим о том, что он привязал ваше сердце, да, что вы не можете его забыть. Если мы говорим о том, что он нужен вам как воздух, и что вам с ним очень хорошо. То есть, если мы говорим о том, что он за вами ухаживал, вы встретились, были поцелуи и объятия, вот. То, само собой, само собой, вот это здесь, на мой взгляд, да, нужно максимально конкретизировать, максимально полно конкретизировать. То есть, что происходит с вами, что вы чувствуете, да, какой вы себя чувствуете, вот, то есть, ну, что это, что это в буквальном смысле слова, что это за переживание, да, вот, какие это переживания, вот. То есть, вам с ним хорошо, в этом смысле, в этом, ну, в этом смысле, за счет чего вам с ним хорошо, вот. Вот это вот очень важно увидеть в данном контексте, и в данном контексте очень важно заметить, вот, в чем вы нуждаетесь, в чем вы хотите, и что вы получаете, условно говоря, в результате такого общения, в результате такого взаимодействия с человеком, вот. Вот, потому что, без этого, довольно сложно будет вести дальнейший наш с вами разговор. Очевидно, что в отношениях с мужем вам некомфортно. Ну, очевидно, что в отношениях с мужем вы не чувствуете себя как-то вот, ну, реализующийся. И, соответственно, мужчина, который, вот, появился, да, он что делает? Он компенсирует вам то, что вы не получаете, то есть плохие отношения с мужем. Отсюда не получается и не получается лично у вас его забыть, потому что обостренность остается, потому что вы говорите, что он нужен вам как? Так вот, лично я думаю, что вы не чувствуете себя женщиной с мужем, лично я думаю, что вы не чувствуете себя, ну, какой-то любимой, да, желанной. Вот, возможно, обиды есть на мужа, которые мешают вам идти навстречу человеку и, соответственно, как бы раскрываться. А, вот, то есть, Мария, здесь ключевой вопрос, ключевой момент заключается в том, что вы говорите, что у вас плохие отношения с мужем, с мужем. И вы говорите о том, что другой мужчина нужен вам как воздух, как будто это данность, а это не данность. То, что у вас плохие отношения с мужем, это следствие в том числе и вашей активности. И вопрос заключается в том, хотите ли вы, ну, гармонизировать отношения с мужем, да, либо же мы поможем вам пережить разовы, пережить расставание. И только разобравшись в отношениях с мужем, можно уже исследовать то, как вы выстраиваете в целом отношения с мужчинами и смотреть на то, как в этой ситуации вам поступать, да. Вот вы пишете, что делать, что делать, чтобы что. Ведь налицо конфликт, налицо неудовлетворенность, налицо потребность, причем потребность, ну, не простая, да. А, именно, вот, что называется, ну, как бы, фрустрированная потребность вашего, ну, вот. И это очень важный момент здесь. Потому что к этому мужчине, к этому мужчине вас, как бы, ну, попалкивает, скажем так, попалкивает именно то, что вы неудовлетворены с мужем, вот. И это, это абсолютно, это абсолютно нормально, на мой, на мой взгляд, да, это абсолютная норма. То есть тут нет, нет чего-то такого, знаете, необычного, я бы сказал, вот. И потому, на мой взгляд, вы пытаетесь решать проблему, что называется, немножечко не с того угла, вот, не с того края, не с того конца, вот. Вы решаете проблему, вы, ну, ну, как бы, вы говорите, вот, хочу забыть, значит, ну, хочу забыть человека, да, вот. Ну, извините, вы не можете, на мой взгляд, да, на мой взгляд, вы не можете. Просто, просто взять и, ну, забыть машину, вот. А вам нужно сначала разобраться в том, что вас толкает к этому человеку, что вас, что вами движет, вам нужно сначала разобраться, вот. И уже потом, когда вы в этом разберетесь, можно будет говорить о чем-то другом. Что касается его пропажения, то здесь лично я думаю, что ситуация какая-то следующая, да, ну, лично, лично, вот, лично мое мнение, что, что ситуация здесь заключается в том, что вы просто, вот, ну, просто, ага, не рассматриваетесь, ага, как бы, человеком, да, вот, ага, ну, серьезно, вот, что, вот, ну, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, именно в силу того факта, что вы замы, понимаете, какая штука, вот здесь, вот. Поэтому, вот, какой-то, ам, какой-то вот, такой, ам, такой момент, ам, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. Конечно, 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 конечно. Я не знаю, не знаю наверняка, я не знаю наверняка, я не могу знать наверняка, но вот, что выглядит, это все примерно вот таким образом. Поэтому определитесь, ам, определитесь, ам, пожалуйста, с целью, да, то есть определитесь, пожалуйста, с, ам, предпочтениями, да, с, ам, приоритетами. Вот, определитесь, ам, и я думаю, что можно, можно будет вам, ам, помочь, ам, я думаю, что можно будет вам, ну, посодействовать, ам, в том, чтобы вы, 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 ам, в том, чтобы вы, вы, ам, для себя, ам, ну, вот, какие-то, ам, какие-то, ам, решения, да, ам, ну, выработало. Вот. А, лично я думаю, ну, я, ну, я думаю, что вот, ам, как-то, как-то так, примерно. Можно ответить вам на вопрос, который вы, ам, выдаёте. Ам, к сожалению, больше, больше, ам, сказать, ам, сложно, вот, потому что мало, довольно, а, информации, ну, вот. Мало, довольно, я, я бы сказал, я бы сказал, ам, материалы для, ну, для анализа, да, для исследования, вот. Вот, ам, и, вот, соответственно, ам, такой вот, ам, ответ. Ам, на этом всё. Я надеюсь, что вам это было, ам, полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Ам, я желаю вам Ам, всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за, э, э, за помощью. Вам это, э, вам это будет, э, полезно. А, обратная связь, э, вот, по моему ответу, позволит вам сформулировать для себя, э, э, ну, базовые постулаты для психо, психоотерапии и начать индивидуальную работу по приведению себя в порядок и, может быть, взаимоотношений с мужем. Спасибо.